В ноябре культово-американская команда «Лимб Бискетт» проедется с очередным туром по России. Но не только об этом мы будем говорить с лидером и основателем этой команды. Редерс у нас в гостях. Приветствую. Привет, товарищи. Прежде всего, мне хотелось бы прояснить одну вещь. При рождении вам дали имя Уильям Фредерик Берст. Так как так получилось, что вас зовут Фред? Вам не нравится имя Билли или что? Я родился с другим именем, и меня усыновили, когда мне был год. Неужели? В моем изначальном имени присутствовало имя Фредерик, которое сохранили в имени, которое мне дали при усыновлении. Получилось Вильям Фредерик Дерст. Но по какой-то причине родители называли меня Фред. Понятия не имею, почему. Получается, что это все-таки инициатива родителей, не ваша. Точно не моя. Я просто знал, что меня зовут Фред. Мне кажется, я полного имени-то своего не знал до подросткового возраста. Удивительная история. А как вас называли в школе? Фред. Никаких прозвищ, ничего? Ко мне задирались в школе. Я был явно ребенком, к которому постоянно пристают, бьют, задираются. То есть вас гнобили в школе? Да, именно, постоянно издевались. Вы жалеете, что были жертвы издевательств? Я жалею, конечно, что был мальчиком для битья для этих злых людей. Я был маленький, в том числе и физически, с тонкой душевной организацией. А другие дети просто любили подходить и приставать, бить. Вот у них точно находились для меня разные прозвища. Какие? Вы помните? Назовите хотя бы парочку. Да в основном просто грязные ругательства и глупые оскорбления. И не одно, а целая куча. А вы думаете про себя, что вот сейчас я лидер крутейшей рок-группы, и те, кто когда-то обижал меня, чувствуют себя как? Буквально пару раз я их видел. Случайно сталкивался с теми людьми, что издевались надо мной в школе. Они хотели прийти на мой концерт. И удивительным образом они, кажется, не помнят, как когда-то закрывали меня в шкафчиках и постоянно избивали. Я им отвечаю, да, конечно, приходите на концерт. И я обращаюсь с ними, как с королями, устраиваю им прекрасный прием. И я точно знаю, что они чувствуют себя погано, потому что в глубине души они все помнят и раскаиваются. Но я им ничего не говорю. Я просто наслаждаюсь моментом. То есть вы чувствуете удовлетворение? Да, это своеобразная награда для меня. Слова моих песен и то, какой группой является Лимбискит, это и есть мои попытки бороться с издевательствами. Лимбискит всегда выступали и выступают на стороне жертв, таких, как я. Но с течением времени зачастую получается так, что не только жертвам нравится наша музыка, но и тем, кто их терроризировал. И тогда уже можно запутаться. А вы бы хотели что-то ответить Эминему, который 15 лет назад назвал вас трусом? Нет, нет, нет. Мы были близкими друзьями, и то, что он сделал, было нехорошо и неправильно. И злом на зло не отвечают. Я хотел быть выше этого и не опускаться на его уровень. Он очень талантливый парень, и для меня было шоком, что он так поступил. Но в жизни все случается. А вы с тех пор встречались? Нет, ни разу его не видел. Ни разу за 15 лет? Нет. А вы когда-нибудь виделись с членами группы Киз, чьими поклонниками вы с братом были еще в школе? Да, удивительным образом я не только их повстречал, но мы еще и стали друзьями. Со всеми музыкантами? Нет, с Джином Симмонсом и Полом Стэнли. Питер Крис и Эйс Фрейли тогда уже не были участниками группы. Я однажды видел Эйса Фрейли. Это была странная история. Мне позвонил Джин Симмонс и сказал, что хочет, чтобы я был на обложке его нового журнала. Я был в шоке, но, конечно, согласился. Он сказал, приходи ко мне домой. И вот я встретил Джина с Эйсом. Я позвонил маме и сказал, ты не поверишь. Да, в моей жизни и правда случалось много интересных вещей. А каково это быть на одном уровне с кумиром детства? Это тоже приятное чувство удовлетворения или что-то иное? По жизни мне довелось встретить множество кумиров, моих собственных кумиров, людей, которыми я восхищаюсь, будь то актеры, режиссеры, рок-звезды. В большинстве случаев это было потрясающе, и я до сих пор это ощущаю. Это чувство никогда не исчезнет. Например, ужинаешь ты с кумиром своего детства за одним столом, и ты все равно чувствуешь себя ребенком, фанатом, не веришь своему счастью. Но иногда... Бывают разочарования. Иногда лучше бы я никогда не встречал человека. Например? Например? Нет-нет, никаких примеров. Ты понимаешь, что они обычные люди, и ты думаешь, да уж, это не очень хороший человек. И ты чувствуешь себя глупцом, что так любишь его творчество. Но сейчас технологии, телевидение, камеры зачастую развеивают этот ареал таинственности. Мы видим знаменитости и за кадром, в обычной жизни. И признаюсь, мне таинственность нравилась больше. Да, есть такое. Я так понимаю, что вам не довелось повстречаться с Элвисом, но у вас есть татуировка короля рок-н-ролла? Да, да. Кто сделал эту татуировку? Есть один талантливый, даже легендарный тату-мастер, Марк Махони. Он очень знаменит в мире тату. Именно он набил мне Элвиса и Курта Кобейна. Когда я рос, их музыка была очень важна для меня. Это была музыка моей жизни, саундтрек моей жизни. Все особенные моменты моей жизни так или иначе ассоциируются с определенной музыкой. Элвис Пресли, в частности, был значительной частью моей жизни. Вы же и сами были тату-мастером. Да, верно. Когда вы просите мастера сделать рисунок на вашей коже, вы заранее обговариваете дизайн, рисунок, детали, или вы полностью и безоговорочно доверяетесь в руки мастера? Благодаря очень плохому опыту я понял, что надо серьезно подумать, действительно ли тебе нравятся работы этого мастера. Если они тебе нравятся, то можно уже подумать, в каком жанре этот художник будет особенно хорош. Много раз я доверялся мастеру сделать именно то, в чем у него талант, его фишку. Если мне очень нравится мастер, я могу сказать, делай, что считаешь нужным. И они уже свободно делают то, в чем им нет равных. Вот как было с изображением Альберта Эйнштейна. Я подошел к чуваку, который, по моему мнению, делает цветные портреты лучше всех. И я спросил, ты можешь набить мне Альберта Эйнштейна? Он рисует, и я смотрю и говорю, давай. Очень важно сначала убедиться в том, что твой тату-мастер – это именно тот, чью работу ты хочешь видеть на себе. Не стоит просто заходить в тату-салон и говорить, а давай что-нибудь набьем. Это плохая идея в 9 случаях из 10. Ну, это и от денег же тоже зависит. Я знаю, что ваш тур называется «К черту деньги». Но люди иногда выбирают тату-салон по ценовой категории, потому что у них нет денег. Это понятно. Простой совет. Если у вас нет татуировки, и вы хотите набить татушку, но не можете себе позволить самого крутого мастера, будет разумнее отложить это мероприятие и накопить достаточно денег на отличного мастера, в котором вы уверены, если вы хотите тату прямо сейчас, а рядом с вами только ужасный мастер, ну идите. В конце концов, у нас у всех своя голова на плечах. А сколько вы возьмете денег, если вас попросят стать их тату-мастером? Я перестал брать деньги. Сначала я занимался этим, чтобы заработать на жизнь. Я делал татуировки, чтобы прокормить себя. Это еще в Джексонвилле, штат Флорида? Да вообще, я родом из Северной Каролины, но переехал в Джексонвилль, штат Флорида. Незадолго до того, как собрать группу «Лимбискит». У меня не было дома, но я работал татуировщиком. Вы бомжевали? Да, я делал тату, чтобы тупо заработать на проживание. В какой-то момент я переехал к другу, потому что уже мог позволить себе снять квартиру. Сколько вы возьмете за татуировку? Когда я делал это для зарабатывания денег, это одно. В то время я брал, сколько мне давали. Иногда брал вещами. Радио, матрас, рубашка. Иногда давали деньги. Но когда уже группа «Лимбискит» стала раскручиваться, я стал делать татуировки бесплатно для тех людей, с кем у меня были какие-то дела. В те нелегкие времена вы мечтали о том, чтобы стать богатым и знаменитым, или просто пытались выжить? Скорее, я был занят выживанием. Моей мечтой было стать режиссером, снимать фильмы. И вы стали режиссером? Это было мечтой моего детства, но я не шел по пути к своей мечте. И только в 80-е и 90-е я повстречал несколько клипмейкеров и подумал, как было бы здорово снимать клипы. Осталось только завести группу. И вот так одно за другим. Я сколотил группу и задумался, про что же я буду петь. Так как я всегда был очень тонко чувствующим ребенком, над которым постоянно издевались, то это сразу стало главной темой и способом самовыражения через музыку. Можно сказать, музыка случилась в моей жизни случайно. Так что инстинкт выживания — это все, что мной руководило. У меня не было амбиции стать богатым и знаменитым. А кто ваш любимый кинорежиссер? У меня их так много, очень сложно назвать кого-то одного. Для разных чувств и эмоций у меня свой любимый режиссер. Но я точно могу сказать, что мне очень нравится Стэнли Кубрик. Он снял пару вещей, которые на меня произвели глубокое впечатление. Вы знаете его лично? Нет, нет. Мне не довелось с ним повстречаться. Его уже давно нет в живых. Но до этого. К сожалению, его лично я не видел, но знаю людей, которые с ним работали. А вы довольны своими режиссерскими работами? Пока что, как режиссер, я понял одно — ты постоянно учишься. Постоянно все время совершенствуешь свои навыки. Сейчас я работаю над своим третьим большим фильмом. Это очень интересно. Продюсированием занимается Дэвид Финчер. Он очень талантливый кинорежиссер, и это очень ответственно. Но я безумно хочу, чтобы все получилось. Вы поверить не можете, из какого гигантского количества частей состоит фильм, и сколько всего может пойти наперекосяк. Но я обожаю сам процесс жонглирования деталями с целью сложить их в единое целое, и сделать это удачно. И, конечно, я люблю актерскую игру, чувства и сам процесс производства. Я люблю съемки. Я не представляю вас в монтажной комнате, потому что у вас имидж такого агрессивного чувака, а для монтажа требуется недюжие терпение. Откуда вы берете силы на это? Что вы едите или, может быть, пьете? Я постоянно внутренне расту и развиваюсь. Со временем начинаешь понимать вещи немного глубже, немного лучше, не полностью. Но твоя точка зрения, перспектива постоянно видоизменяется и оттачивается. Человек развивается. Внутренне я еще испытываю потребность в самовыражении, в работе и творчестве. В данный момент я особенно увлечен Россией, и мне страстно хочется снимать фильмы и телешоу в России. У меня сейчас столько новых идей, а силы дают мне огонь, который горит внутри. Я просыпаюсь с утра, и я рад быть здесь, и сейчас осознанно. Я не знаю, что будет завтра, но сейчас я живу с пониманием цели. А в России публика чем-то отличается от публики в других странах? В Германии, Испании или Америке? Страсть, энтузиазм и радость кажутся одинаково заразительными во всем мире. Но в России есть еще особенное чувство благодарности и невероятные эмоции. Правда? Мне так кажется. Взрыв эмоций и их потрясающая амплитуда характеризуют российскую публику и делает ее особенно восприимчивой. И это очень сильно и очень круто. Я постоянно общаюсь с русскими. В Лос-Анджелесе есть огромная русская диаспора. Мне потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к русскому чувству юмора. Оно очень отличается от нашего. Но я начал ее понимать и вообще стал ценить чувства и эмоции русских людей. Поэтому, когда я приезжаю в Россию, я чувствую, что могу быть не чужим. Наша музыка заключается далеко не только в словах. Многие даже не могут перевести наши песни. Это чувства. Они могут почувствовать дух. Прочувствовать эмоции. И понять смысл песни без слов. Абсолютно верно. До меня дошла информация, что вы думаете получать российское гражданство. Это была утка или вы реально этого хотите? Было бы здорово получить российское гражданство. Это сделало бы мою жизнь намного проще. Это потому, что вы женаты на русской девушке? Ксении? Да, Ксении. Конечно, мне было бы проще навещать семью, жить здесь, ездить туда-сюда, творить и работать здесь. Стало бы намного проще. Вы, возможно, знаете, чтобы приехать в Америку, гражданину России, или наоборот, нельзя просто взять и поехать. Надо пройти достаточно долгий процесс. Ох уж я в курсе. И это правда нелегко. Не знаю почему, но да ладно. Просто я действительно люблю Россию. Это приятно слышать. А мои американские друзья смотрят на Россию со стороны. Я бы очень хотел их свозить сюда и показать. Жизнь сильно отличается от картинки. И если бы я мог показать, насколько реальность отличается от нарисованной картинки. А где и когда вы встретили свою жену Ксению? Я встретил Ксению в Америке, когда она там путешествовала. Навещала сестру, верно? Да, навещала друзей. У нее была краткосрочная поездка. И вот мне посчастливилось с ней повстречаться. Говорят, что ее сестра была замужем за хоккеистом. Нет, нет. Это неправда. Это моя бывшая, не Ксения. А, понял. Понял. Давайте не будем про нее. Не будем. С Ксенией совершенно другая история. Сколько раз вы были женаты? Три? Первый раз было не по-настоящему. Вам было 20? Да. А второй брак продлился один месяц. А сейчас мы вместе уже три года. Но первый брак подарил вам дочь? Да, но тогда сначала был ребенок. А вы общаетесь с ней? С дочерью? Да. Она ваша поклонница? Не уверен. Мы жили разными жизнями, и я был очень молод. Наши пути разошлись. У нас были интересные моменты вместе. Но когда у меня появился сын, я сказал, что больше не повторю своих ошибок. Я провожу много времени с ним, и я люблю быть отцом, поэтому, надеюсь, у меня еще будут дети. А какую музыку слышит? Мой сын? Он увлекается городской музыкой. Он очень милый, спокойный, немного ботаник. Он любит классный хип-хоп, рэп. Ему нравится Тейлор Свифт. У него неплохой вкус. Он все время ищет новую музыку. Он сам пишет биты, ему на днях исполнилось 14. Посмотрим. А вам 20 августа исполнилось 45? Да. Вы устроили большой праздник? Отмечание моего дня рождения состояло в том, что я проснулся на парковке на фестивале, дал пару интервью, отыграл фест, сел в автобус и поехал в другую страну на очередной концерт. В общем, никак я не отметил. Говорят, что вы все время берете своего оператора на фестивали и на концерты, потому что другим операторам вы не доверяете. Это правда? Нет, это не так. Нет. Это совершенно не касается доверия. Я иногда беру своего фотографа. Это резонно. Я беру своего фотографа, даже не знаю, почему. Я часто говорю, не снимайте меня, не снимайте. Но все равно хорошо, когда есть кто-то, кто бы мог заснять крутые моменты в шоу. А если есть свой человек, он может подняться на сцену, подойти близко, быть в действии. А другие фотографы могут снять нас только из зала. Мы же не можем всех пустить на сцену. Если пустишь одного, другие обидятся. Поэтому я предпочитаю приглашать своего. Вернемся к ноябрьскому турне. Вы уже знаете, в какие города поедете? Я не знаю все наизусть. Их, наверное, много. Да, это огромный список. Вы играете в Москве? Да, у нас будет два концерта в Москве. Один будет на Хэллоуин. Там будет правило, все должны прийти в одежде темного цвета. Черный дресс-код, все знают. А 1 ноября все должны прийти в белом. Всего мы объедем 20 городов. А музыканты будут тоже в белом? Посмотрим. Это будет сюрприз. Каждый раз по-разному. Давайте сыграем в игру. Я называю это игрой вправду. Вам надо выбрать один камень из красного мешочка. Один камушек? Там всего четыре. Вам надо выбрать один. Надеюсь, мне не попадется плохой. О, это красный. Красный — это самый плохой. Теперь берите любую красную карту. Читайте. Мой русский еще пока не такой хороший. Хорошо, я прочитаю за вас. О, вы когда-либо проверяли записную книжку жены? Нет. А смски читали? Нет. Вы вообще ревнивый? Иногда я ревную, но я никогда не лезу в ее телефон. А Ксения ревнует вас? Вы же рок-звезда. Вас же наверняка хотят миллионы девчонок. Знаете, она очень уверена в себе. Русские вообще уверенные люди. Я думаю, она хорошо с этим справляется. Хотя это, конечно, непросто. Справляться с постоянным вниманием фанатов. Но я думаю, у нас с этим все в порядке. А как вы проводите время с женой? Вы ходите в кино, на вечеринки, на рок-концерты? Я люблю ходить в рестораны, особенно в хорошие и интересные рестораны. Иногда люблю ходить в кино. А иногда мы просто остаемся дома и расслабляемся. Периодически мы ходим на специальные мероприятия или концерты. Когда я вернусь, мы пойдем к нашим друзьям, группе Скорпионс, на их концерт. Мне очень повезло, что моя жизнь и мой статус позволяют получить VIP-обслуживание и особенные отношения. Это здорово. У тебя реально есть возможность посетить особенные мероприятия, посетить классные события. И я каждый раз этому радуюсь, потому что я никогда не забываю, каково это быть по другую сторону баррикад. И я все время стараюсь относиться к своим фанатам и поклонникам так, как сам бы хотел, чтобы ко мне относились. Я всегда уделяю им внимание и время, даже если у меня был плохой день. Стараюсь отбросить плохое настроение и уделить внимание другим. Мы с Пареном говорили сегодня в том числе и о некоторых сожалениях в его жизни. Точно могу сказать, что никто не пожалеет из тех, кто придет на концерты Олимпийских, которые в ноябре пройдут по всей России. Большое спасибо. Красный камень. Красный камень. Красный камень.